Это Вести Утро. Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево, Черкесии местами кратковременный дождь. Ночью в горах с мокрым снегом. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. В горах минус 2, плюс 3. Днем плюс 11, 16 тепла. И местами плюс 5, плюс 10 градусов. В Черкесии небольшой дождь. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 13, 15 тепла. Сегодня Всемирный день здоровья. О том, какие мероприятия проводятся в нашей республике ко Дню здоровья. Кто и как может пройти диспансеризацию. Какие обследования проводятся при ней. И есть ли мобильная служба диспансеризации. На эти вопросы сегодня, во Всемирный день здоровья, в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит врач отделения профилактики Черкесской городской поликлиники Лейла Хомукова. Доброе утро всем. Доброе утро, Лейла. Здравствуйте. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. 7 апреля – это Всемирный день здоровья, с чем я вас поздравляю как доктора. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия вы проводите при уроченной Дню здоровья у нас в республике? Наша поликлиника тоже не является исключением и также проводит мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья. Мы проводим оповещения в СМИ, теле, радио, вещаниях. Также проводим различные флешмобы. Нам помогают волонтеры, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни. Я бы хотела у вас спросить про диспансеризацию. Скажите, пожалуйста, каждый ли житель может ее пройти? Как ее пройти и какие обследования вы проводите? Относительно нашей поликлиники, любой абсолютно житель города, который прикреплен к нашей поликлинике, начиная с 18 лет, может пройти диспансеризацию. Причем диспансеризация, она делится по возрастам. От 18 до 39 лет проводится диспансеризация один раз в три года и начиная с 40 лет ежегодно. На первом этапе диспансеризации мы проводим опрос анкетирования, измеряем внутриглазное давление, вычисляем антропометрические данные, это индекс массы тела. Также проводится забор крови из вены, определяется глюкоза, холестерин, общий анализ крови, кардиограмма, флюорография. Для женщин обязательно смотровой кабинет после 40 лет уже вдобавок и маммография. Для мужчин также смотровой мужской кабинет организован. В общем, все мероприятия диспансеризации направлены на выявление, на ранее выявление онкологических заболеваний. Это все бесплатно? Это все абсолютно бесплатно, да. Скажите, а есть выездная служба мобильная, которая выезжает на дом, к тем, кто тяжело болеет? Для немобильных граждан тоже организовываются выездные бригады. Для этого необходимо обратиться к пациенту, к участковой службе, к участковому терапевту. И все это организовывается. Также работающим гражданам мы можем выезжать на работу. Также забор крови и кардиограмму, все перечисленные мною, обследования проводятся, не отрывая от производства. Ну что ж, я благодарю вас за полезную информацию. И, конечно, я еще раз поздравляю вас с днем здоровья. Здоровья вам и спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдут Вести Северный Кавказ. Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. В 14.30 смотрите Вести с Мадиной Лайпановой. Удачного дня, хороших выходных и до встречи в эфире.